Монументальная живопись – это искусство создания мозаичных полотен. Оно веками радует глаз. Технология передается через поколение зодчик. Для того, чтобы сделать нечто подобное, нужно быть и художником, и строителем, и отменным химиком. Большие сегменты мы раскалываем на смартахоле. Потом, чтобы добиться нужного размера, мы уже работаем специальными щипцами. Смальта – непрозрачное цветное стекло. Весьма дорогой материал. Преподаватели колледжа сами варили его. Методом пробы и ошибок была получена авторская формула смальты от колледжа Постойкина. Затем мозаичные полотна выкладывают из смальты, позолоченного стекла, гранита и керамики. Эти материалы не боятся перепадов температур и могут украшать стены церквей и соборов столетиями. Не просто показать работы наших студентов, но и показать процесс, как они работают. Как они приходят к этому и какие нюансы, какие есть секреты, с которыми мы можем поделиться. Может быть, архитекторам потом будет полезно. Они же и занимаются оформлением экстерьера в здании. А мозаика – это прекрасная монументальная живопись, которой можно украсить любое здание. В нашем Приднестровье эта ниша не задействована, то есть мозаик очень мало. И мы хотим эту технику возродить у нас в Приднестровье. В Приднестровье храмы с мозаикой есть в Слободзее, Стройнцах и Террасполе. Новая часовня в Бендерской крепости тоже украшена византийской золотофонной мозаикой. Именно такая техника произвела особое впечатление на князя Владимира и сыграла не последнюю роль в решении выбрать православную веру. И теперь будущие архитекторы узнали некоторые секреты древней техники. Мозаика – это очень сложная работа, там очень много нервов нужно. Я бы не сдержалась и не смогла бы это сделать, потому что там очень мелкие детали, и надо знать, каждый какой цвет выкладываешь. Это сложно очень. Я понимаю людей, которые это делают. Мне очень понравилась эта техника, очень необычно. Мы как архитекторы работаем совсем в другом профиле, и для нас это все было в новинку. Церковная тематика тоже очень необычная, интересная. Мозаика выкладывается очень, ну это очень сложно. Может быть я буду использовать что-то подобное в своих будущих проектах, ну по архитектуре, для украшения фасадов. Длительная подготовка, эскизы на картоне, потом на шифере. Кусочки материала крепятся на специальный раствор по строгой схеме. Традиционно в византийской мозаике применяется так называемый прямой набор. Каждый фрагмент смальты лежит под разным углом и создает эффект мерцания. Законченные тренировочные работы, копии Спаса, Богоматери и Йоргия Победоносца находятся тут же. А работу с изображением Сергия Радонежского позже передадут одному из храмов Бендер.